Я вам не верю, потому что я был только что, счастье перед ним. Я спрашивал, я спрашивал у тех, у местных жителей на контролируемой территории, у людей, которые с неконтролируемой территории едут за пенсией сюда к нам, в Лисичан, Северодонец, потом едут обратно туда к сепарам деньги тратить. Я говорю, с солдатами, с комбатами, с генералами. Я спрашивал, ребята, вам нужно это перемирие? Они говорят, нет, чувак, нам нужен мир. Это две большие разницы. Я говорю, а что такое перемирие? Это для того, чтобы не произносить слово «капитуляция». Понимаете, что происходит? Ребят, я принес вам вот такую штуку, это с войны, это передельское. Пощупайте пальцами, да? Я не знаю, это, конечно, не передаст вам ощущения градов. Пустите по кругу. А что это, Игорь? А что это, что это? Только руки не испачкайте. Это церковь в Лисичанске. Эта церковь была разломлена градом, и там был прицельный огонь, там просто нет ни одного сантиметра. Это фрагмент святыни, это фрагмент Лисичанской церкви. Я просто хочу, чтобы эта атмосфера войны, а не только Ириныны слова, вошли сейчас в ваши тактельные ощущения. Мы с Олегом Ляшко попали под град. Ну, град был 800 метров, но вот здесь вот внутри йокало так, как никогда в жизни. Даже во время самого настоящего мужского счастья. И сублимация после этого была такая, что мы с ним потом под потолком зависали, да? Вы потом ржали над нами в студии, потому что мы выходили с сепаратистом, с наводчиком в ночь, и вы тут ржали, Бореза вас развлекал, да? Ну, не знаю, имеете, наверное, моральное право, но вот пощупайте вот эти вот дырки от пуль, и вы поймете, что вот эти дырки остаются в наших парнях, которым нафиг не нужно перемирие. Им нужен мир, а их разводят. Ира, мы ехали в зону 16 ментовских блокпостов и куча еще военных. Ни туда, ни обратно нас никто не остановил, да? Ребята, я предполагаю, что АТО, третье мировое АТО, которое начинается в Украине вот уже в третий раз, потому что первая мировая прошла через Украину туда-обратно, вторая мировая прошла туда-обратно, и по Украине я сейчас узнаю третье мировое АТО. Давайте наберемся и назвать вещи своими именами. Вы говорите, стена, у нас есть партия войны в России, у них есть партия стены в Украине. Посмотрите на рекламные щиты, которые превратили Украину уже в рекламную стену, да? 4 тысячи щитов по всей стране.